Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях директор объединения библиотек города Чебоксара Евгений Бондарев. Евгений, здравствуйте! Добрый день! Сейчас, я не знаю, может быть это банально прозвучит, вызовы времени, как говорят, когда люди, наверное, все-таки меньше стали ходить в библиотеки, люди стали меньше брать книги, есть электронные форматы доступные, может быть люди в принципе перестали читать. Вот вы, как вы работаете в этом направлении, ощущаете ли вы действительно снижение интереса читательского? Здесь зависит от целевой аудитории, которая к нам приходит более массово и та, которая меньше. В первую очередь это, конечно, дети. Дети приходят в огромном количестве, они читают. Почему? Здесь у нас есть и кружки, и методическая база, и воспитатели, и учителя школ проводят мероприятия у нас в библиотеке. Это необходимо, потому что мы обучаем и библиографии, и поиску информации, и безопасному контенту. Здесь проблем не бывает, даже я могу сказать, есть небольшой перекос в плане того, что детей больше 50% от всей сети. У нас проблема состояла с молодежью, именно прихода их к нам в стены библиотеки. Для этого мы сформулировали 2-3 площадки, которые как раз проводят массовые мероприятия с ними, где сами творцами, с авторами этих мероприятий выступают как раз эти молодежные объединения, молодежные организации, волонтерские центры. И как раз это помогло нам в течение двух лет увеличить практически в три раза посещение молодежи. Именно то, что мы изначально ставили в 2014 году, и это сработало. То есть, я так понимаю, здесь не только поиск необходимой литературы, но и, скажем так, проведение досога, свободного времени какого-то... Литература издается на сегодняшний день очень много. Ее библиотека физически не может приобрести. Это просто сегодня нереально. Есть федеральный проект «Национальный электронный библиотек», в котором мы тоже участвуем. Как «Национальный библиотек», «Чувашская республика», так и «Объединение городских библиотек». Мы имеем доступ к электронным версиям этих документов и обслуживаем и в электронном варианте. Также мы работали на протяжении двух лет с большой электронной библиотекой. Это ЛитРЭС. Мы заключали договора. Сейчас мы хотим продолжить со следующего года, немножко переформатировать, посмотреть на те запросы, которые есть, и уже пойти по направлению обслуживания и студентов, и молодежи, и более взрослого поколения именно в электронном формате. Но нам нужно понять, на каких носителей какой спрос. Евгений, я знаю, что одна из библиотек «Чебоксар» стала участником международного проекта, и этот проект потом можно растиражировать на все библиотеки «Чебоксар». Расскажите об этом подробнее. Это не международный, а общероссийский проект. Его курирует Федеральная библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранных языков имени Рудомино. Руководитель этой библиотеки как раз проводит модернизацию библиотек в регионах, там, где регион интересен, где соответствует тем требованиям, которые они представляют, и сам посещает эти регионы. Вообще, он посетил, наверное, уже все регионы России, именно просматривая уровень развития библиотечного, информационного, культурного, туристического и так далее, привлекательности. К нам он приезжал весной, он посмотрел наши несколько библиотек. Мы проводили совещание с администрацией города, где были достигнуты договоренности о том, что модернизируем эту библиотеку. И вот благодаря Вадиму Дуде у нас в городе появится эта библиотека. Сейчас библиотека иностранной литературы представила концепт. Они представили дизайн-концепт, они представили концепцию работы этой библиотеки. Выезжала их группа к нам два раза. Один раз проводили тренинг с нашими сотрудниками. Второй раз они приезжали для того, чтобы провести полное анкетирование, исследование, социологическое наблюдение. То есть работу они провели очень колоссальную. И когда на выходе мы получили презентацию всех этих концепций, уже развернутых, даже с предложением тех мероприятий, которые должны были проводить, мы просто были поражены, насколько эти люди, буквально посетив Чувашию, нашу столицу, три раза детально выложили все, что у нас происходит, каким образом происходит. То есть детализация работы была огромная. И здесь как раз эта библиотека нового типа, которая будет курироваться нами и в рамках соглашения Библиотека иностранной литературы, должна будет заработать в течение следующего года. Сейчас мы начинаем уже полностью, постепенно-постепенно доводить коллектив, персонал до этого уровня, то есть готовиться к ней. Потому что, если посмотреть какая-то концепция, она, еще раз повторюсь, она от посетителей, услуг, читателей, зонирования, форм, кабинетов, пространств, персонала, то есть внутренних тематик, которые будут привлекаться к городам. Она от и до, и СМИ-сопровождение, и социальные сети, и поездки в другие регионы, и знания языков. То есть он такой большой райдер, которому мы должны соответствовать, и соответственно потягиваться до этого уровня. Здесь вот как раз нам еще работать с работой, но я надеюсь, мы справимся. Еще раз спасибо, что они обратили на нас внимание, потому что этот проект, безусловно, привлечет внимание в дальнейшем жителей нашего города, и мы уже будем его внутри, как можем тиражировать, доводить до этого стандарты, другие потягивать библиотеки. То есть не одна библиотека будет по этому примеру, сделана, а несколько в городе, может быть, и в республике. Сейчас на данный момент эта библиотека выбрана у нас в Чувашево-городе, Чебоксаре. Она будет находиться в библиотеке Центра семейного чтения именно Пушкина, но даются нам условия, дедлайн в течение года, чтобы мы отработали в соответствии с этой концепцией. Потому что требования очень-очень жесткие, и нам есть чем устремиться, и есть необходимость показать и оправдать доверие в федеральной библиотеке именно иностранной литературы. Поэтому здесь предстоит нам много сосредоточиться на этих концепциях. Евгений, вот еще такой вопрос. Давно уже было в нашем городе появились такие объекты, как мобильные библиотеки, когда стоит такая тумбочка рядом с камерой, «Приходи, читай». Что это за система? Работает ли она по-прежнему в том формате, в каком задумывалась? Как это все сейчас функционирует? Наши библиотеки – это продвигать летнее чтение. Таким образом, начали как раз после реорганизации. Мы пришли к выводу, когда проводили полностью аудит наших библиотек, как и в библиотеках, где застаивается, нет такого изменения, чаще всего показатели где-то дублируются, где-то, даже могу сказать, грубо рисуется. И когда мы провели полную сверку того, что существует на самом деле, мы пришли к необходимости о том, что нужно нам стратегически работать там, где мы недорабатываем. Это оказалось одним из пространств, это как раз весь город. И мы создали мобильные библиотеки, те, которые установили по городу. Одного проекта выступил партнер, мобильный оператор, который ставил в других регионах России, это в виде скамеек, будок. Второе – это мобильные будки, где мы брали у больших крупных электронных библиотек считывание QR-кодов и туда же букросин, то есть живые книги. И третье – то, что мы в этом году устанавливали уже мобильные библиотеки в виде домиков, скворечников. Их в этом году поставили очень много. Более восьми только домиков. Пять-шесть точно не помню мобильных библиотек, еще плюс вот с мобильным оператором. Когда вы говорите то, что обращается внимание на набережную, на реконструкцию благоустройства, на любом участке, о котором вы перечислили, обязательно присутствует библиотека. Потому что мы одни из даже тех, которые и на пляже сразу открыли библиотеку, мы проводили акцию «Литературный трамвайчик», когда обслуживали людей, которые перебираются в завод, и почитать в течение 20-30 минут. То есть мы во всех этих акциях активно принимаем участие, потому что это все привлекает к чтению, что является самым главным. Наша задача стоит не привлечь, как таковое, просто чтобы они приходили в библиотеку, а сделать так, чтобы они у нас в городе везде читали, и чтобы понимали, что читать можно везде, и книжку любую издать можно в любой библиотеке или в любой мобильной библиотеке электронной, куда-нибудь промокут ее положить. Мы даже поменяли внутреннюю документацию о том, что у нас любая нестационарная точка летняя в парке является такой же, как библиотека, и туда можно записываться, получать любую книгу и издавать ее в любой другой, где он ее увидит. Замечательная инициатива, замечательные вещи происходят в нашем городе. И, наверное, действительно люди научатся читать, заново научатся читать, и будут читать больше и в домиках, и на улицах, и в трамвайчиках, и на пляже. Спасибо вам большое, Евгений, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас гостем программы «По существу» был директор объединения библиотек города Чебоксара Евгений Бондарев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова